Здравствуйте, меня зовут Сергей Длин, я врач, невролог, остеопат, специалист по превентивной медицине. И сегодня я расскажу вам о том, как эффективно убрать боли в поясницу. И если у вас боль есть не только в пояснице, она ещё отдаёт куда-нибудь в ягодицу, или по задней или заднебоковой поверхности ноги, она может отдавать до колена или даже до стопы, это говорит о том, что боль связана с воспалением нервного корешка. И я покажу сегодня комплекс упражнений, которые в том числе даю своим пациентам, и которые показали высокую эффективность. Поэтому если у вас болит спина, болит поясница, вы можете этот комплекс делать, и он вам очень сильно поможет. Ещё один очень важный момент, о котором я хочу сказать. Во время упражнений, когда вы их выполняете, вы ни в коем случае не должны терпеть боль. Просто если при каком-то упражнении вам очень больно, вы это упражнение не делаете. Каждое упражнение делается на своём уровне возможностей. Если что-то сложно сделать, соответственно, вы тоже его выключаете из этого комплекса. Поэтому в нём и дано 5 упражнений. Кто-то сделает 5, кто-то может сделать 3, но эффект получит всё равно такой же по силе постепенного снижения боли, как и при 5 упражнениях. Поэтому приступим к упражнениям. Сейчас вместе с вами мы будем делать комплекс упражнений в реальном времени. То есть мы будем отслеживать время и говорить, когда менять позу из одного упражнения в другое и помогать вам выстроить её правильно по технике. Эти упражнения я даю своим пациентам, и они показали себя очень эффективно. Итак, давайте приступать. А упражнение вместе с вами будет выполнять Екатерина. Поэтому готовьтесь, ставьте компьютеры перед собой, включайте, и в режиме реального времени мы будем проходить весь комплекс упражнений. Итак, поехали. Первое упражнение. Это упражнение выполняется лёжа на спине. Сгибаем обе ноги в коленках. Одну ножку ставим за другую. И наклоняем в сторону. Вначале в одну сторону. Правой рукой, то есть нижней рукой, берёмся под коленкой, а второй рукой берёмся за носочек. Эта позиция уже должна создать ощущение натяжения по четырёхглавой мышце, то есть передней группе мышц бедра. Если вы чувствуете сильное натяжение, это значит, что эта мышца находится в постоянном спазме, даже когда вы находитесь в центральном положении, просто лежите. И напряжение этой мышцы будет вызывать цепную реакцию перегрузкой в поясничном отделе. Поэтому в этом упражнении будем снимать перегрузку этой мышцы тоже, а также снимать напряжение с большой и средней ягодичной мышцы. Из этого положения мы натягиваем четырёхглавую мышцу, то есть тянем носочек на себя, тянем коленочку на себя, смотрим наверх, стараемся положить плечо вниз и лежим 10 секунд. Я засекаю время, 10 секунд мы просто лежим, расслабляемся, спокойно дышим, стараемся прочувствовать, как расслабляются мышцы, прочувствовать, где у нас зажимы, где есть натяжение. В эту зону дать внимание для того, чтобы мышца ещё больше расслабилась. Через некоторое время вы почувствуете, что вот это натяжение начинает постепенно отпускать, и вы можете добавить натяжение в этой зоне. И теперь из этого положения мы начинаем давить носком себе на руку и коленом от себя друг другу навстречу. Давление должно быть очень лёгким. Поехали, давим. Держим 10 секунд. Время я засёк. Расслабляемся, натягиваем на себя носочек и колено, и колено к себе. И опять вдох давим от себя коленом и носком. Удерживаем это положение. Держим также 10 секунд. Спокойненько удерживаем напряжение. Отпускаем. И третий раз повторяем. Давим от себя. Удерживаем. Отлично. Ощущаем, какие есть зажимы. Они могут быть в поясничном отделе позвоночника, может быть в бедре верхней ноги, или спереди в бедре уже в нижней ноге. И стараемся эти зажимы отпустить. Расслабляемся. И меняем сторону. Выходим в исходное положение. Теперь другую ножку, сгибаем опять ножки, ставим одну на другую и поворачиваемся в другую сторону. Берёмся за носок. Отлично. Стараемся натянуть больше бедро. Замечательно. Держимся под коленкой. Так, больше под коленкой. И тянем бедро на себя. Отлично. Есть натяжение здесь? Здорово. И в этом положении лежим в начале 10 секунд. Вначале снимаем напряжение с четырёхглавой мышцы бедра, которая находится вот здесь. Снимаем напряжение с средней и большой ягодичной мышц, которые тоже так же из-за перегрузки дают боль в пояснице. И начинаем выполнять теперь упражнения, состоящие из трёх повторений. Делаем вдох, давим коленом и носочком от себя. Отлично. Удерживаем 10 секунд. Возвращаем к себе. И опять повторяем, давим от себя. Удерживаем 10 секунд. Замечательно. И ещё сильнее носок тянем к себе, усиливаем натяжение в области бедра, коленку тоже. И опять от себя. Третий раз. Удерживаем 10 секунд. И расслабляемся. После этого возвращаемся в нейтральное положение, ложимся на спину. Отлично. Второе упражнение будет помогать нам снять боль, которая идёт по ноге. И опять же, я хочу обратить внимание, что если во время упражнения вы будете испытывать очень сильную боль, мы это упражнение с вами пропустим, и вы перейдёте просто к следующему упражнению, к третьему. Итак, занимаем правильную позицию. Сейчас нам нужно очень внимательно расположить ноги. Переднюю, левую ногу мы сейчас ставим перед собой, согнутую в колени, а правую сгибаем в колени и ставим сзади. Вот, по сути, мы должны сесть в такое положение. И руки стоят перед собой примерно на 30 сантиметров. Теперь вы можете уже сейчас в этом положении ощущать натяжение в области бедра, ягодицы. Это очень хорошо, значит, мышца включилась та, которая нужна. Теперь мы правую руку ставим ладошкой на пол, ближе к левой. Левую руку ставим на ладошку, да, и наклоняемся в сторону колена. То есть, начинаем тянуться больше в сторону. Вы усиливаете сейчас натяжение по боковой поверхности бедра, снимая нагрузку, снимая напряжение на мышцы, которые в том числе воздействуют и на нервный корешок. Если у вас болит ягодица или нога, это упражнение будет значительно облегчать это состояние. Удерживаем это положение в течение 15 секунд. С каждым ощущением, что возникает облегчение напряжения, можно давать наклон немножечко больше. И если вы чувствуете, что где-то в максимуме находитесь наклона и натяжение уже сильное, вы просто находитесь 15 секунд в этом состоянии. Отлично. Теперь возвращаемся в исходное положение и меняем ногу. Теперь у нас правая нога находится впереди, согнутая в колени. Немножечко, да, выводим голень вперед. Отлично. Да, разворачиваем корпус чуть-чуть вправо, ближе к бедру. Также ставим левую руку теперь на пол, ближе к правой руке. Стараемся еще больше резонуть правую руку на ладошку. Из этого положения начинаем тянуться в левую сторону. И вы должны ощущать натяжение справа в области ягодицы и в области бедра. Удерживаем это положение в течение 15 секунд. Итак, находимся в этом положении. Ощущаем, как идет расслабление по мышцам, как отступает боль. Потому что в процессе того, как вы удерживаете натяжение на спазмирную мышцу, мышца будет расслабляться. Будет усиливаться микроциркуляция, будет усиливаться кровоток. В случае сильного воспаления это упражнение будет помогать за счет усиления кровотока снимать это воспаление естественным путем. Выходим в нейтральное положение. И опять меняем ногу. Также ее, одну ножку ставим вперед, занимаем то же положение, что и в первый раз. Одна нога согнута спереди, левая, правая сзади. И теперь попробуем левую ножку чуть-чуть подвыпрямить. У кого как получится. То есть выпрямляем левую ножку в колени. Либо полувыпрямляем. Можно вариант наполовину выпрямления. Давайте покажем, как вот чуть-чуть присогнутая нога передняя. Да, все это допускается. В зависимости от того, какая боль и какая у вас гибкость, выпрямление ноги может быть разным. От небольшого до максимального. И из этого положения также повторяем наклон. То есть правую руку кладем ладошкой на пол ближе к левой. Ставим левую на ладошку. Наклоняемся вправо. И удерживаем 15 секунд это положение. В этом случае мы усилим еще больше натяжение задней поверхности бедра, ягодичной зоны, средней ягодичной мышцы. Все те мышцы, которые также способствуют образованию боли. Выходим из этого положения и меняем ножку. Также у нас получается правая нога вперед, левая назад, левая согнута. Правую выпрямляем, либо выпрямляем на половину, то есть насколько получается. Разворачиваемся корпусом направо, левую ручку ставим перед правой. И ставим правую руку на ладошку левой руки, на тыльную сторону ладони. Наклоняемся налево. Удерживаем это положение, стараясь без рывков просто уйти в наклон. Усиливая еще раз натяжение теперь с другой стороны в области заднего поверхности бедра и ягодичной зоны. И стараемся наклониться еще больше влево, усиливая натяжение в области задней поверхности бедра и ягодичной зоны. Боль будет постепенно отступать. 15 секунд уже заканчивается. Сейчас будем выходить из этого положения и переходить к четвертому упражнению. Выходим из этого положения. Отлично. И встаем на коленки. И можно либо посидеть на коленях 10-15 секунд, либо полежать на спине, если боль избыточная. То есть занять позу, в которой будет максимально комфортно, где боль беспокоит минимально, либо не беспокоит вообще. Выполняется оно на животе. Ручки ставим под плечи. И сейчас мы на вдохе поднимаем корпус до появления первых ощущений дискомфорта в пояснице. Поднимаемся. Отлично. Вот я чувствую, здесь уже пришло напряжение. Удерживаем это положение 5 секунд. Держим 5 секунд. Опускаемся вниз. И повторяем еще раз. Отталкиваемся вверх. Удерживаем 5 секунд. Опускаемся вниз. И повторяем третий раз. Удерживаем. Опускаемся вниз. И отдыхаем. Сгибаем ножки в коленках. Левую ножку ставим поверх правой. Ручки в стороны располагаем. Следим за тем, чтобы лопатки были максимально прижаты. И из этого положения мы наклоняемся направо. Отлично. Коленкой нижней ноги вы можете немножко поддавливать правую ногу, усиливая натяжение в области ягодицы, в области поясницы. В общем, вот эта вся часть находится, опять же, в таком растяжении. Мышцы, которые находятся в спазме, они выходят в состояние расслабления. Боль будет постепенно утихать из-за улучшения микроциркуляции. Удерживаем это положение 10-15 секунд. В нашем случае будем удерживать его 10. Возвращаемся в исходное положение. Меняем ножку. Отлично. И наклоняемся уже теперь в левую сторону. Если, например, вы чувствуете, что натяжения недостаточно, вы можете его усилить, подтянув верхнее колено ближе к корпусу. Да, в этом случае вы усилите натяжение вот в этой зоне. Возвращаемся в исходное положение. И повторяем это упражнение еще раз в каждую сторону. Отлично. Удерживаем 10 секунд это положение. Еще 5 секунд. Возвращаемся в исходное положение. И меняем ногу. Наклоняем в сторону. Контролируем лопатки. Они должны быть максимально прижаты к полу. Если лопатка не прижимается, вы контролируете, чтобы она тянулась к полу. И возвращаемся сейчас в исходное положение. Если у вас острые боли или, наоборот, поясница периодически дает о себе знать, этот комплекс упражнений очень здорово поможет избавиться от болей в пояснице и от боли, которые могут идти по ногам. Потому что мы непосредственно действуем здесь уже на причину, которая вызывает эту боль. Мы усиливаем вытяжение, делаем декомпрессию межпозвонковых дисков. Выполнять этот комплекс желательно каждый день. Лучше всего его делать с утра, когда вы только проснулись. Но если у вас не получается сделать в этот период времени, тогда в любое время, но обязательно его сделайте. И накопительным эффектом будет происходить изменение в мышцах. Примерно через 10-15 занятий вы почувствуете значительное облегчение, хотя первые результаты вы увидите уже с первого раза. Забота о спине должна быть комплексной. Конечно, упражнения помогут устранить боль, но есть еще методы, которые помогут ее не допустить. И на моем канале есть очень много разных видео о том, как заботиться о своей спине. Посмотрите их и применяйте тоже. С вами был доктор Длин. Подписывайтесь на мой канал. Канал о том, как заботиться о своем здоровье, для того, чтобы оставаться активным долгие годы. Субтитры сделал DimaTorzok